Зал, в котором изначально должны были пройти прения, оказался слишком мал для огромного количества желающих присутствовать. Это родственники и погибшего бизнесмена, и четверых подсудимых. Последнюю свою очередь утверждают, их подставили. Мать Сергея Казаева уверяет, ее сына заставили себя говорить. У нас есть еще надежда, еще есть Верховный суд, и Бог всех накажет, их по заслугам всех, тех, кто подстанет. По данным следствия, именно Сергей Казаев спланировал преступление и убил Олега Дергилева. Напомним, тело бизнесмена с огнестрельным ранением в октябре 2013 года нашли неподалеку от железнодорожной станции Козелки. Изначально под подозрение попал личный водитель бизнесмена Андрей Читалов, но позже его отпустили. Бывшая жена Казаева обратилась в органы предварительного следствия и сообщила о том, что ее бывший муж Казаев причастен к совершению убийства Дергилева. Было установлено о том, что заказчик обратился к Казаеву с просьбой организовать убийство Дергилева. Казаев привлек к этому своих друзей, Калистратова, Колесникова, Дагадина и Минченко. Я просто уверена в этом, что вина не доказана, поскольку вину подсудимых нельзя построить на явке с повинной одного подсудимого. Еще четверо мужчин признаны пособниками, в их числе и Сергей Минченко, местонахождение которого до сих пор неизвестно. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. На прениях обвинение просило назначить подсудимым в общей сложности 76 лет колонии строгого режима, из них большую часть 23 года Сергею Казаеву. После выступлений сторон последнее слово предоставили подсудимым. Никто из них по-прежнему не признает своей вины. У следствия несколько версий, кто и по какой причине мог стать заказчиком убийства. Информацию пока не разглашают. Приговор исполнителям вынесут в ближайшее время.